Всем привет! Сегодня 17 апреля, Московская область. Настроение каждый день переменчивое. Это, во-первых, из-за пандемии, которая происходит сейчас во всем мире, и ее последствия, ну и плюс еще погода. У нас плюс 5, плюс 7 днем это максимум. Жуткий холоднючий ветер, пасмурные дни, каждодневные солнца практически нет. У нас или срывается снег, или идет дождь. Вот такая жуткая сейчас весна. Каждое утро захожу в теплице смотреть, потому что я всю рассаду, перцы, баклажаны, томаты, все вынесла в теплице. Они у меня стеклянные. Утром захожу, плюс 8 градусов. Но ночью, представьте, там, наверное, градуса 3, это максимум. Ну, в принципе, вы знаете, перцы и баклажаны, перцы и томаты хорошо подукрованы. У меня первый слой 17 номер, спонбонд, а сверху я еще накидываю 60-ку. А баклажаны вот сегодня зашла в теплицу, слегка повесили листья. То есть они не замерзшие, в теплице нет минуса. Но тургор вот растение потеряла. Я побрызгала, обработала по листу HB101, 3 капли на пол-литра развела, обработала. Ну, посмотрим, отойдут они или нет, не знаем. А так вот днем сейчас заходила, в теплице плюс 21. Ну, днем это еще терпимо. Конечно, утром и ночью очень холодно в теплицах. Я уже об открытом грунте, чтобы что-то там посадить, что-то посеять вообще еще очень рано. Чеснок, конечно, уже вылез. Его я сегодня буду проливать водой, в которой буду разбавлять наш терный спирт. Но это, наверное, надо будет показать. Не хочу сейчас об этом говорить. Но, в принципе, в деревне скучать-то и некогда. Мы сейчас на это время живем здесь, в город. Я приезжаю раз там, наверное, в две недели. Это полиция и ты, чтобы там совсем ничего не умерло. Везти их сюда в деревню не хочу, потому что это нереально. А так в деревне мы живем, и дела делаются потихоньку. Потому что делается то, что мы не успевали делать, когда жили в городе. Конечно, по чуть-чуть после работы приходишь, что-то сделал, уже хорошо. И так каждый день что-то делается. Вот вчера буквально поздно вечером после работы придя, я пересаживала питунью из рассадных горшочков по вазонам. Я знаю, что сейчас у нас такая страстная неделя идет, и, в принципе, бы ничего не надо делать-то. Но не могу. Почему? Потому что у меня питунья перерастает. Я уже смотрю, что она еще чуть-чуть и будет у меня хлорозить. И каждый день качество рассады цветочным ухудшалось. Я уже вижу по состоянию. Потому что отпаивать, откармливать я минеральными удобрениями не пользуюсь. Посмотрела вчера, вытащила растение из горшка, а там одни корни. То есть практически всю землю они съели. И вот каждый день смотрю на питунью, она все хуже и хуже. И поэтому я вчера вечером поздно приняла решение, что я ее буду рассаживать по кашпо и по вазонам, чтобы уже рассаду совсем не потерять свою. Потому что она у меня, в принципе, неплохая. И потом уже, знаете, после праздника высаживать какие-то одни палки, но тоже губить рассаду смысл. Поэтому я вчера ее большую часть пересаживала уже поздно вечером. Это два подвесные кашпо. Они 14,5 литров. Высадила по одному кусту питуньи. Опера Суприм красного цвета от биотехники. Я думаю, здесь будет достаточно. Это такое же кашпо, коричневое, только на 4,5 литра. Здесь лабелия каскадная белая. Знаете, хочу как подвесить под крышу эти два кашпо, а посередине повесить белую. То есть будет с двух сторон красная питунья, а посередине кашпо белая лабелия. Я думаю, это будет красиво смотреться. Это горшок на 45 литров. Высадила сюда 4 куста каскадной питуньи. Где-то у меня было подписано. Это Мами Уайт. То есть это будет белая питунья красивая, как на картинке показано. Это тоже от биотехники. Получается больше 10 литров на одно растение. Я думаю, это шикарно. Здесь три растения. Это 29-литровый вазон. Практически 30 литров на три растения. Мне тоже отлично. Мне в комментариях писали, что высадить в такой вазон, почти 29-литровый, по одной питуньи. Я не вижу смысла. У меня эта питунья, она обычная. Хотя биотехника считается, что уфасуют профессиональные семена питуньи, но у меня не какие-то там супер-пупер сорта. Я считаю, что 10 литров для обычной питуньи это будет достаточно. И поэтому я в почти 30-литровый вазон высаживаю все-таки три куста. Потому что у меня же здесь чистая земля. Здесь нету никаких камней, никакого пенопласта внизу. Здесь от и до. Это грунт. Поэтому будет отлично. Здесь тоже три растения в вазоне. В этом 29 литров. Здесь я высадила этот вазончик. По-моему, то ли он на 15 литров. По-моему, так. Это Дэдди Блю сорт от биотехники. Это тот сорт, который из 15 семян. У меня вот взошло одно растение. Я его выходила, и вот оно. Высадила его посередине. И сделала обрамление в виде лобелии каскадной. Это какой цвет? У меня, по-моему, лобелия голубая. То есть здесь будет такой цвет сиренево-голубой-синий. Вот такой. И обрамление будет голубой лобелии каскадной. Я думаю, будет красиво. Ну, на этом у меня уже мои горшки закончились в вазоны. Кашпо. Поэтому высадила в обычное такое ведро. Наверное, здесь литров, может быть, 9 или сколько, 10 в таком ведре. В общем, питунью Мами Уайт. Это белая. И сделала обрамление лобелии красная каскадная. То есть посередине будет белая питунька и красная лобелия. Ну, посмотрим. Я думаю, что это все зарастет, и этого ведра не будет видно жуткого. Ну, здесь продолжаются обычные горшки. Технически они как-то называются. Посадила сюда. Это кустовая крупноцветковая. Ультра-плюм сорт. Очень мне понравился. Я уже видела, как он цвел. Ну, по одному растению, соответственно, на горшок. Ну, здесь литров, наверное, 8 или 9 в этом горшке. И также здесь в горшочке они по 14 литров, эти горшки. Высадила тоже кустовая крупноцветковая ультра-плюм по 2 растения. И сделала еще лобелию сюда. Это каскадная. Не написала, какой цвет лобелии. По-моему, это голубая. Да, значит, ультра-плюм он такой будет, как бордо, да, цвет. А лобелия будет каскадная-голубая. Как-то так. Но я думаю, будет красиво. Здесь, видите, тоже сделала. Чтобы свисала лобелька. И здесь по 2 кустика на 14 литров. Кустовой. Я думаю, это тоже отлично. Она у меня же вся на цвету. Я уже бутоны срывать не буду. Потому что, вот посмотрите, как здесь можно все оборвать. Здесь она вся в бутонах уже. Вот он. Вот через дней 5 уже будет все цветок красивый. Пускай цветет. Для этого мы раной сажали, чтобы она раньше цвела. Смысл сейчас ее оборвать. Все. Все бутончики. Не вижу. Здесь у меня фуксия. Здесь три сорта. Здесь один сорт. В общем, решила я ее. Она у меня здесь висела в доме. На вот тоже такие подвесные кашпо. Но плохо она себя чувствует эта фуксия. Жарко ей что ли. Душно. Не знаю. В общем, вынесу ее сегодня в теплицу. Крутит как-то лист она. И блеска нету в листве. В общем, решила ее в такие экстремальные условия выставить. Остался у меня еще один вазон. Не засаженный. Это у меня что осталось? Это отражение сорт. Из серии обычных. Я у меня же говорю, у меня нет вот этих вот супер-пупер сортов. Все выращено из семян. Ну, в общем, это один сорт отражения. И сейчас буду высаживать. Тоже взяла три растения на 29-литровый вазон. Это петуния сорт отражения. Каскадная. Высевала 29-го февраля. Я ее не формировала. То есть плети здесь не прищипывала вообще. Единственное, я здесь убирала бутоны. Но это в стадии рассады. После высадки сейчас вазон. Я этого делать уже не буду. Чем заполняла все вазоны, какой использовала субстракт. У меня есть видео. Я оставлю ссылку. Можно будет зайти и посмотреть. Но сейчас такой нехитрый способ, как я высаживаю рассаду петунию. Вот о чем я говорила, что все, ее уже держать просто невозможно. Смотрите, какие корни. Здесь уже по 10 раз оплетены кольца. И она, конечно, качество уже такой рассады теряется просто каждый день. Я слегка выпрямляю эти корешки, потому что корни свернулись очень сильно. Делаю лунку. Так как я в сам грунт субстракт не добавляла биогумус, я его буду добавлять точечно. Вот под две хорошие горсти. Чуть-чуть смешиваю с основным грунтом. И закладываю рассаду петунию. Ну, конечно, петунию заглублять нельзя. Все это, наверное, знают. То есть, как она росла в горшке по этот уровень, я ее и буду присыпать землей. И слегка, конечно, почву уплотняю. Земля у меня в озонах, она влажная. Она не сухая и не мокрая. Почему она влажная? Потому что я ее проливала бактериями. Это сияние номер один. И все время поддерживала влажность. Все. И вровень землей я высадила вот так петунию. Вся эта земля потом обсыпется с листиков. Все будет хорошо. Я готовила субстракт для вазонов, для кашпо, вот этих всех горшков. То я говорила, что в подвесных кашпо, в озонах, вот в таких на ноге, которые я не буду делать дренажные отверстия. Потому что они у меня будут стоять на закрытой веранде. И чтобы не было лишней жидкости на полу, я решила дренажные отверстия не делать. Я сделала дренаж в виде конской подстилки. Ну и все. И мне тогда в комментариях написали зрители, что все-таки дренажные отверстия делать нужно. Потому что без них и петуния болеет и так далее. Я согласна. Я вообще за то, чтобы во всех емкостях, где растет растение, были дренажные отверстия. Это самый лучший вообще вариант. Я очень долго думала, да, действительно, знаете, я задумалась над словами зрителей, что будет болеть петуния. Ну, хоть как ты какие там дренажи не делай, хоть камни сыпь, хоть что. Но слив воды, ну, реально он нужен. Я долго думала, ну, что же мне придумать с этими вазонами, да, с этим сливным отверстием, в конце концов. Я решила все-таки их сделать. И я их сделала в вазонах, в подвесных кашпо. Я везде сделала дренажные отверстия. И это буквально вчера делала. Землю я насыпаю, как вы видите, практически вровень с бортиками горшка. Сейчас после полива, конечно, земля чуть-чуть осадится. Но все равно земли будет достаточно много, потому что я считаю, что петуния не должна расти где-то там в глубине горшка. Это касается и вот таких рассадных горшочков. Земли должно быть по краям вровень, потому что петуния нужно... Она же дает плети, чтобы они ровненькие шли. А если она будет глубоко сидеть, то и плети будут, знаете, такие загнутые. Вся, в общем, кривая косая будет рассада. И также по типу, и когда высаживаешь вазоны. То есть земли должно быть достаточно много. И мне остается сейчас только пролить растения. Здесь я развела гумат калия, гуминовое удобрение, чтобы хорошо приживалось растение. Я не заливаю полностью весь вазон, чтобы здесь, знаете, аж вода лилась. Я поливаю как бы только растение, чтобы ушел лишний воздух. Всю землю я не буду проливать. Она у меня и так, в принципе, влажная, поэтому не сухая. Гуматом калия очень хорошо проливать. Здесь находятся гуминовые вещества, сам калий, который помогает очень хорошо корням прижиться на новом месте. Это такое биоудобрение. Итак, на примере этого маленького вазона хочу показать, как я сделала дренажное отверстие. С помощью шуруповерта первое отверстие было сделано в самой чаше. К сожалению, показать не могу, потому что растения уже высажены. Второе отверстие я сделала в самой ноге. Можно сделать одно большое или несколько маленьких. Это уже как вам будет удобно. И, конечно же, нужна сама емкость, куда будет сливаться лишняя жидкость. Отлично с этим справляется даже полулитровая стеклянная банка. Это под маленький вазон. Под большой можно взять и литровую. Но хочу убрать стекло, потому что неудобно. Мало ли что, может разбиться. Хочу приспособить обрезанную полуторалитровую бутылку. У меня ее в наличии нет. Это надо мне в контейнере мусорном посмотреть для пластика. И банка, собственно говоря, тоже хорошо здесь устанавливается. Ни одной капли мимо не протекает. Потому что вазоны эти уже проливала. Это отличный выход для тех, кто действительно такие емкости устанавливает в помещении, в каких-то крытых и так далее. Ни одной капли мимо у меня не пролилось после полива. Сейчас вышло солнышко, но ненадолго. Тучка вот-вот закроет. Так, я хотела показать остатки цветочной рассады. Что еще осталось? Осталось три куста сурфини. Это цунами. Они сидели в более мелких горшочках. Пересадила сегодня в более большие. Мелковата, очень долго она растет. Это вообще маленькое растение. Ну, пускай подрастет. Опера суприма еще осталась, конечно же, лобелия. Здесь в основном каскадная и еще кустовая. Три горшка. Это для разбитого горшочка. Это в клумбу, чтобы высадить. Но лобелия еще прилично. Ну, здесь у меня еще и каскадная, и кустовая. Лобелия. Это я приготовила подарить соседям сегодня. Это еще одной соседке. Три куста петуни я уже отдала соседке. Так, что у меня еще это? Так, сейчас я вам покажу. Это гладиолусы. Смотрите, начинают они давать росточек. И уже корешки. В общем, наверное, ну, буду смотреть, конечно, по состоянию. Через недельку, ну, две, скорее всего, я уже буду высаживать в длинные горшки. И в такие высокие горшки. Потому что клумбы у меня еще нет. И в клумбу высадить я эти луковицы не могу. Хорошо, дают росточки. Они у меня просто лежат вот так. В таком, в полутени, полусвету. В общем, вот так вот. Так, что еще? Приготовила огурцы. Я еще не высевала ни тыквы, ни кабачки, ни огурцы. Потому что погода плохая. Но смысл сейчас их вырастить, чтобы потом думать, куда же их посадить. Поэтому огурцы я буду высевать через дня два. Смотрю, только погоду сейчас смотрю. А тыквы, видите, все у меня уже готово. Здесь кабачки, тыквы и так далее. Я буду высевать, наверное, через неделю. Потому что в открытый грунт вот это. Не посадишь раньше времени, пока не придет тепло. Хоть что вы делаете. Так, что у меня здесь еще взошло? Это базилик взошел хорошо, со вкусом корицы. Это базилик мой, карамельный. Тоже хорошо. Смотрите, как всходит. Прям отлично. Ну, не стопроцентная всхожесть. Это семена свои. Я собирала в прошлом году. Ну, процентов 80 уже взошло. Так, потому что все-таки базилик я поняла, что нужно еще правильно собрать, чтобы семена и растения созрели. То есть семена, чтобы созрели. Они должны быть такого темного цвета, темно-коричневого цвета. Это горького шоколада. А все семена, которые светло-коричневые, это несозревшие. Это лимонный базилик. Тоже отличная всхожесть. Здесь посеяла бархатцы. Видите, как они взошли. Взошел только вот один сорт. Здесь первый сорт вообще не взошел. Здесь взошло процентов, наверное, 60. И здесь третий сорт. Взошло одно растение. Отрастительная схожесть. Огурцы. Вот они. Это для... Думала высадить в теплицу. Нет, не получится. Буду высаживать в контейнер, потому что холодно. Холодно в теплице. Ну, хоть что-то делай. Здесь я уже посеяла. Видите, потихоньку всходит. Это подсолнухи. Подсолнухи. Здесь карликовые подсолнухи. Смотрите, как они всходят отлично. Есть два сорта. Еще здесь высокорослые, но они пока не всходят. Только карликовые. Еще не показала пеларгонию. Здесь два черенка. Я черенковала ее в середине марта. Высаживала, по-моему, где-то, наверное, в начале апреля. Но я снимала видео. Смотрите, как череночки-то пошли красивые. Та пеларгонию, которую я высаживала еще в два горшка и вынесла в теплицу. Они, конечно, выглядят намного скромнее. Эта у меня стоит здесь, в доме, а та в теплице, где холодно. Поэтому она так немножко там притормознула в развитие. А эта шикарная. Высадила в горшок, который, помните, я переделывала из старого. Так, замечательно. Еще, наверное, недельки-две и уже будет вся в бутонах. На сегодня все. Это все, что я хотела вам показать. Я желаю вам всего самого хорошего. Берегите себя. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok